Здарова! Что ж, мы продолжаем проходить варельного 2014 года. Так, угу, окей, и немножко назад. Что у нас тут, ага, окей, вспоминаем управление, все начинается со вспоминаний управления главпородины разным способом. Ну ладно, статистика есть, в принципе, можно будет переплететь. Встретитесь в Басо, с Басо в бубрике. Это что, слежение, а это что такое? А, это доп, идите ко входу банк. Вообще, у меня есть дополнение ограбления банка. Это оно, интересно, или нет? Будем ли мы выполнять доп-задание, интересно. Ну, наверное, будем выполнять. Так что давайте, наверное, все-таки... Это оно и есть, кстати. Ну, пойдемте ограбим банк. Как можно... Давайте лучше банк пойдемте ограбим. Так, у нас тут... Можно по крышам, да, тут шарахаться. Мы туда куда-нибудь сможем попасть? Текст. Ну, что тут приседать? Окей. Я уже говорил, обратно нельзя. Пожалуйста. Мне же некуда идти. Некуда? А что, стража поставила крест на твоей двери? Да. Но я не мрачняк. А им говорят, что интересно. А, нормально слышно. Такое еще не было, что меня не слышно вообще. Я тут в пустую говорю. Ну, такое бывает, когда я вырубаю микрофон, чтобы чихнуть, кашлянуть. Частенько бывает, что я забываю потом вырубить микрофон. Но это... Потому что надо привыкнуть его по-другому вырубать. А вырубать именно на кнопку микрофона, скорее всего, так будет удобнее. Я просто буду видеть на микрофоне, работает он или нет. Хотя, с другой стороны, можно просто обращать внимание на показатель шума, который... Ну, на показатель улавливания громкости микрофона. Ну, если так можно... Ну, вы поняли. Оказатель, который показывает, насколько громко я говорю. Если зазеваюсь, крыса сожжет. Может, гаечный ключ? Для чего? Опасно нынче на улицах. Что-бы таблички воровать или чё? Поздно уже. Погода меняется. Погода меняется. Да, есть такое. Мы воруем. Потому что мы ворельные. Там тоже какая-то табличка. Или это не табличка? Это чё? Какой-то дядя. Охранник это. Я не могу понять. Непонятно. То ли нам надо прятаться постоянно. То ли можно болт забить только от охранников, как говорится. Вот этот охранник, он походу не охранник. Его просто можно, по всей видимости, обокрасть. Но он не похож на охранника. Это чё? Это чё? Это чё? Это охранники увидели, да, походу? Так Это куда? А это куда идет? Хочу, по привычке, нажать на сенсорную панель, чтобы видеть карту. Это какое-то здание, видимо. Можно вот так вызывать эту миникарту. Давайте по ней и пойдем. Зачем использовать кошку, если можно на такой высоте рукой достать за лестницу? Что-то захватить. Нет? Мне кажется. Так, интересно, у нас тут не пройдешься. Типа только по крышам, что ли? Что-то я вообще... Сначала надо разобраться с этим... ... Я вот не могу понять, как вообще пробраться туда. Карту вижу, поэтому, типа, переулку можно забраться, нет? Еще можно было бы это... Было бы хорошо, если можно было бы листать уровни карты, чтобы понимать, где есть проходы, а где нет. Потому что тут очевидно, что нет прохода. Я же не могу наверх забраться. Очевидно, что не могу. Ну вот, карта мне говорит, что тут есть какой-то проход. Вон туда. Отманывает меня карта, да? Так, тогда... Не знаю, есть ли смысл, на самом деле, идти сейчас... ...грабить банк. Может быть, лучше пойти по сюжету, но я без понятия, пропадет ли это... ...доп-задание или нет. Я голодный, как... Как кто? Туда можно воткнуть... ...барон Винни. Ну, кстати, больше-то проходов-то нету. Ну и вообще насрать, как бы... Как говорится, не принимайте близко к сердцу. Вообще пофигу, что нас заметили. Я думаю, это вообще не критично. Наверное, вот можно через это здание... ...проползти. Нет, это не... ...это мастерская. Заметили и заметили. Вообще пофигу. Знаете, за что я поставлю стакан? Думаю, это вообще не важно. В нашем случае вообще абсолютно не важно. Так, я все равно не знаю, как в банку-то пройти, блядь. ... Ну-ка... Знаете, что мне кажется? Мне кажется, что мы сейчас просто не можем пойти к банку, потому что, типа, это еще рано. Здесь пахнет рекой. Рейтинг у меня, конечно, будет не очень хороший. Странно, что еще не начали разбирать дома на топливо. Смотри, накаркаешь. Не, типа, заметили, что ли? Что? Да, хочу войти. Да пофигу, вообще. Баса, я бы выбрал банку с огурцами. Она тяжелее. Гарет. Черт. Ты по-прежнему не дружишь с дверями. Ты прям не заходишь, не пишешь. Я думал, вы с Эрин оба погибли в том налете на особняк. Где тебя носило? Не знаю. Не знает. Ладно, забудь. Не хочу даже знать, каким дерьмом ты страдал целый год. Не до того мне сейчас. Год прошел. Особенно теперь, когда барон ввел налог на опиум из-за этого мрака. Не говоря уже о черном налоге ловца воров. Пьют кровь из дельцов вроде меня. Если у тебя есть дело, так давай говори. Хе-хе-хе. А ты уверен, что справишься? Ладно. Вот в чем суть. Хе-хе-хе. Ты должен достать мне кольцо. Женишься, что ли? Хе-хе-хе-хе. Одного раза хватит. Хе-хе-хе. Траная птица. Клянусь, я когда-нибудь сделаю из тебя шляпу. А думать за тебя кто будет? Хе-хе-хе. У меня все пальцы в бинтах. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Работа, Басса. Работа. Да, 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 да. Точно. Его носит некий Корнелиус Грейвс. Надменный такой типчик из тех, к чьим сапогам дерьмо не липнет. А? Вот так. В чем подвох? Эх, он мертв. Басса, я вор, а не мародер. Он умер недавно. Как мне сказали, он никогда не снимал кольцо. Вроде ничего сложного. А-а-а, сложности. Его нужно найти, прежде чем его заберут труповозы. По слухам, они отвозят тела на старую фабрику близ шлаковые ямы. Там почему-то полно страж и барона. Лучший способ туда попасть через старую часовню. И... Гаррет, не облажайся. У кое-кого из нас еще куча долгов. Не поймаешь. Не обложишь. Хе-хе-хе-хе. Ну да. Да-да-да. Дуй отсюда. И выходи через дверь. Ладно? Хе-хе-хе. Ну... Рад был тебя повидать. Эм... Окей. Я знаю, что... Честно. Слышали, друзья? Это вороны. Целая стая каркают по нашей душе. Поют песнь барону Нордкресту. Таферу, который запер нас в стальной клетке во имя прогресса. Железный сапог хочет похоронить нас. Но вороны знают больше. Они знают, что грядет пуря. И когда грянет гром, мы посмотрим, кто выстает. Товары для воров по грабительским ценам. Если тебе нужны деньги... Если тебе нужны деньги, у меня для тебя есть пара поручений. Лучшие контракты в городе. Давай-давай сюда быстрее. Лучшие контракты в городе. Ты будешь повторять все по два раза? Ты будешь повторять все по два раза? Эээ... Принять. Красивый глаз, Гаррет. Я бы сам за такое взялся. Ой, давайте все возьмем. Тренировка десятка, я вижу. Если тебя схватят, мы не знакомы. Само собой. Что там написано было? Измена. Золотой век омрачен. Прошлой ночью в канун фестиваля Дня Солнца было совершено трусливое покушение на нашего барона Нордкреста. Пороховой заговор, имевший место в поместье Нордкрест, увенчался мощным взрывом. Эхо которого разнеслось по всему городу с огромным облегчением, которое разделяет все наши граждане. Мы заявляем, что барон пережил позорное покушение. Доблестные стражники уже выдвинулись, чтобы отдать всех виновных в руки правосудия. Стражи уверяют, что для паники нет никакого основания. Тем не менее, напоминают нам долг каждого верного гражданина сообщать об услышанных предательских заговорах. Помните, бунтарские слова ведут к измене блокада Ленинграда. Так, газетку мы прочитали. Хорошо, все, миссии набрали, ништяк. Это кто-то такой? У меня есть товары для темных дел. Стрела огненная, водяная, удушающая стрела. При попадании стрела выпускает облако ядовитого удушающего, с которым мгновенно обезвреживает цели, вызывает тошноту и затруднение дыхания. Купить, что ли? У него одна штука есть. Давайте купим. Канатная стрела. Огненная есть. Тупая стрела. А, попадание цели предназначено для того, чтобы воздействовать на предметы, не тратя более ценные припасы. Типа, ну не убьет, короче, ну можно разбить им какую-нибудь вазу и заставить отвлечь врага. Давайте возьмем, наверное, сколько штук? Ну, штук. Блин, давайте все возьмем. Чего вообще проблем? Чего? Недостаточное место. Ну все, 15. Световая бомба. Порох и кислота в древке при попадании в цели вступают в реакцию и дают ярчайшую вспышку, которая ослепляет людей в зоне поражения. Жевательные листья этого растения усиливает интуицию Гарета, восстанавливает концентрацию. Давайте возьмем одну штуку, одну штуку такую возьмем. Еда. Еда у нас есть. Можно еще взять. Охотничья. Огненная. А, да еще что-то есть. Блин. Подожди. О, инструмент еще. Блин. Что-то. Так, давайте на инструмент. Гаечный ключ. Для открытия решеток и отвинчивания болтов. Балансировка лука первого уровня. Уменьшает время прицеливания. Сила сребы. Дубленая кожа. Емкость колчина. Навык взлома слегка увеличивает чувствительность при взломе замков. Урон от дубинки. Уровень опять. Так, счастливо мне эта старая монета принадлежала морскому капитану из далекой страны, которого похитили русалки, чтобы женить его на своей королеве. Капитану удалось заворожить русалок блеском монетки и сбежать. Отлично подходит, чтобы занять мозги и пальцы. Поручительство басо. В городе ходят слухи, что слово басо далеко не так и надежно, как его поручительство. К счастью для тех, кто не любит слово блуде, поручительство басо можно купить напрямую без посредника. Главное, ему самому об этом говорить не стоит. Снижает цену ресурсов на 25 баксов процентов. Зубоскальная соль. Во время блокады веяльное мясо стало единственным безопасным блюдом. И зубоскальная соль позволяет разнообразить рацион. Ее название связано с выражением лица при первой дегустации. Это трудно назвать улыбкой, скорее это гриммасса. Усиливает эффект восполнения здоровья при приеме пищи. Сумка Троя, старая потрепанная кожаная сумка, которая, если верить слухам, была украдена у самого доктора Троя. Как бы то ни было, конструкция этой сумки позволяет легко и просто переносить провиант и мак. Жаль, что она не черная. Шестый колчан. Изнутри этот колчан подбит мхом. Говорят, что стрела, побывавшая в этом колчане, поражает цель бесшумно. Во всяком случае, обитатели болот, убийцы, бесшумно подкрадывающиеся к своим жертвам благодаря особым ботинкам из мха. Что? Колчан. Зазубренные и охотничьи стрелы, поражает цель бесшумно. Масло огненного шалфея, это слегка стеклянный пузырек, наполненный черным маслом, с легким запасом хамменталя. Если верить продавцу, данная жидкость получена из листьев огненного шалфея. Он якобы произрастает в отровии и обладает огнестойкостью. Денег обратно не ждите. Уменьшает урон от воспламенения и ловушек. Медальон ветров. В этом старом медальоне присутствует гравировка, листья, гонимые сильным ветром. Его нашли в могиле молчаливого Джоффа, легендарного лучника. Этот медальон отводит стрелы от своего владельца. Хочется верить, что у Джофф нет стрелы. Уменьшает вероятность попадания вражеских снарядов. Знаете что, я наверное куплю поручительство Басо, снижая цену ресурсов. Или монетку. Давайте возьмем монетку и колчан. И взлом. Первого урона. Хорошо. Гачный ключ потом возьмем. Для тебя здесь всегда открыто. Так. Хорошо. Встретись с королевой нищих. Хочешь прикол? Черноловые докопались до Мортимера. Вот за это я бы точно не взялся. Он на них накинулся. Пришлось им выбить из него дух. Сам напросился? Потом закинули его на телегу. Хотя он еще шевелился. После еженедельного повешения барон Нордкрест сделал небольшое заявление. Первое. После ужаснувшего всех покушения на его жизнь народ приветствовал нашего железного вождя. Показавшего себя настоящим человеком из стали. И хотя выступление барона было на несколько часов короче его обычных речей. Он заверил всех что его планы развития города сейчас чуть-чуть тем когда-либо. И скоро будут притворены в жизнь. Жаль что проклятые заговорчики не дожили до этого дня. Было бы хорошо казнить их после того как они увидят несгибаемый дух барона. Ищу, ищу. Кто мне сказал? У соседей сверху тоже так начиналось. А как закончилось? Я уехал в Бурик. Не возвращался. Здорово. Продавали бы тут баланду. Баланду тут не продают. Так у меня там кошка орет. Сейчас я ее запущу. Паралант. Это штука. Мак. Один момент. Я знаю что тебя за интересует. Окей Я ХЗ, давайте наверное Они все просто показаны с той стороны Хотя есть с этой стороны Дальше посмотрим что там по району у нас Очевидно сейчас придет комникушка По допам пробежимся Посмотрим что там в допах Видимо просто нас ворвать скорее всего Мне надо поговорить с королевой нищих Это ты мне говоришь или сам себе? Ол царство закон Так, че там по карте? Ну вот можно вот сюда вот зайти Давайте вот сюда набегаем Потому что я знаю куда-то бежать по крайней мере Лекарство от мрака Мне бы на крематорий накопит Шея затекла Они теперь по одному ходят? Шея затекла Шея затекла шея затекла так ну тут я знаю куда идти по крайней мере а что надо тут сделать блин опять я вот как мне вот выбрать что будет так махинации встретись с эктором мастерской есть заказ от моего старого кореша в дейпор и один из механиков барона решил поиграть в независимость зовут эктор он странный но платит хорошо возможно и возможность накормить барона собственным лекарством того же тоже дорого стоит отрыве типа еще давайте зайдем посмотрим или типа это и не заказ это я просто взял цель на заказ это ты мастер а кто твой друг это мой металлический человек труд моей жизни сложнейший часовой механизм он мог бы революционизировать город принести мне заслуженную славу если бы не барон проклятый дурак он стал нетерпеливым приказал уничтожить проект но я не мог разобрать моего металлического человека работа эктор что тебе нужно мой друг почти завершён беда в том что меня предали те подонки которых я нанял себе в помощники один завистливый болван даже украл механическую руку и ты хочешь ее вернуть именно альфонса похоже на хорька портной спрятал ее в лавке в стоун маркете верни мне устройство и я тебе заплачу прекрасно мы еще соберем металлического человека ателье альфонса находится в стоун маркете этот хорек наверняка спрятал руку у себя в лавке я занятой человек но для тебя время есть ателье альфонса находится в стоун маркете этот хорек наверняка спрятал руку у себя в лавке видимо он что может потом механизм мне сделать открывается в это трудно поверить эктор с чего механик назначил тебя главным по нашему проекту прости за прямоту но этому не бывает я не стану тебе помогать пока механик не подтвердил твои слова у меня сейчас и без этого полно проблем альфонсо механический человек готов после многих месяцев научных работ увидел моё видев моё изобретение барон норд крест норд крест попросил меня о прощении но я ответил ему что он опоздал город не достоин моего изобретения великолепное великолепие моего механического человека не оценят среди этого уборства я подарил свое изобретение блэк бруку он революционизировал оно революционизировало индустрии принесло процветание жителям этого великого города в блэк бруке устроили парад в мою честь глядя поверх голов восхищенной толпы я вижу смутные контуры города крохотная умирающая оболочка которую скорее будет помнить лишь как место рождения эктора родчилда механика изобретателя и гения конец первой части на полях последней страницы нарисованы непристойные карикатуры альфонса часов часовщика и барона норд крест еще письмо так кошка пришла иди сюда иди иди-иди ложись коль пришла то ложись 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 не надо вот это лапками перебирать а мистеру уродчил то эктор ты ходишь по тонкому я не буду помогать тебе в этом сердце плод моих изысканий по-хорошему я должен сообщить механику твоем ужасном плане узурпировать проект механического человека если на меня тут еще какие-то слухи на эту тему я приму меру чтобы остановить тебя со стола аль лютера часовщика часовщика ложись 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 давай какомухи в том самом да ну все ложись господи ну чё за перебираж перебирушки так один момент что такое что такое чё говоришь ты пришла порежать ну ложись 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 специально для тебя постелил плед себе на коленке чтобы тебе было тепло и удобно лежать и чтобы ты блять не скальзывал с моих ног ты меня задерживаешь мне надо своровать руку механическую а ты меня задерживаешь ты ты все не все это неудобно ну ладно вроде бы сойдет ладно пойдемте воровать руку эту вроде бы не сильно далеко идти операции руководит не эктор но я подыграю по крайней мере пока платят ну что тебе что такое что то она неугомонная вообще я вот не нравится когда играю ну смысле когда стрим точнее когда я играю просто ей пофигу ложись но юж не бейся меня ложись давай ложись 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 все ложись все молодец все 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 как не туда попасть вот как не туда попасть загадка че у меня вот эти кнопки это че за кнопка подождите а у меня было такое управление вообще уклониться рыбок не Maz hashtags дорог your не найдёшь несколько девять ничего делать появилось Продолжение следует... Я ночую на складе близ Морнингсайда. Там полно попрошаек и мертвецов. Как и повсюду в Стоун Маркете. Однако забавно. Стоит ветру измениться, как будто снег идет. Пепел. Со старой фабрики на Долинной улице. Интересно, что они там сжигают. Вы меня простите, но как мне туда попасть? Как мне, блять, туда попасть? Че, протиснуться не? У меня где-то вот здесь есть какое-то задание еще. Такое, знаете, ощущение, что мне надо... Что у меня... Короче, я предлагаю... Сделать следующее. Во-первых, забить сейчас на допы. Потому что такое ощущение, что у меня город закрытый. И я не могу выполнить какие-то задания. Вообще, такое ощущение странное. Либо какие-то есть проходы специальные. Либо что, потому что, ну вот, дверь закрыта. И просто я не могу туда попасть. Хотя пока, наверное, сонно, что вроде как можно туда пролезть. Кошка! Блять, это не я переключал. Это она лапой своей. Дотронулась до сенсорной панели. Хочет помочь с ним поиграть. А, у меня канатной веревки нет, кстати. Дотронулась до сенсорной панели. 44 минуты и ничего в игре не происходит. Другой район города, окей. А это что за лучник там? А, это торговец. Мы этим дымом еще в мастерских надышали. Мы тогда такую дрянь отхаркивали. А Тали ее коллекционировал. Не, не совсем так. Какой-то псих ему платил по два пенни для научных исследований. Когда Тали скручивало кашлям, он зарабатывал больше нашего. Сейчас-то он уже сыграл в ящик. Все там будем. Да, все там будем. В район нищих каких-то, да? Это последний. Это нормальный пацаны. Старая часовня в Морнингсайде. Это двор королевы попрошаек. Хорошо, что ты комментируешь. Газетка очередная. Ну-ка, на этой неделе барон объехал места, где совсем недавно были снесены храмы Дейдпорта. Он выразил надежду вскоре вернуться и проинспектировать трубные хабы, которые были построены на их месте. Некоторые историки выразили недовольствие по поводу уничтожения исторических памятников, но все согласились, что город должен двигаться вперед. Возможно, эти здания имели историческую ценность, милостливо предположил барон, но она обесценивается важностью инвестиций в будущее. Интересно. Воистину барон, третий из Нортрексков, Нортркрестов, запретивший поклонение старым богам, но он первый, кто пошел еще дальше. Могучая крепость барона вскоре обеспечит энергию целый округ. Где у нас там эта наша баронесса воров? Одинокая ночь сегодня. И это хорошо. А, Гаррет. Немногие бы выбрали твой путь. Других путей я не знаю. Верно. Ты ведь знаешь, что обо мне говорят. Ты узнаешь обо всем, что происходит в городе? Не обо всем. Только о самом важном. Что привело тебя сюда? Ищешь моего совета? Год назад я был в поместье Нортрекреста. Что-то пошло не так. Что со мной случилось? Что случилось с Эрин? Год назад. Слишком самоуверенные люди попытались взять под контроль то, чего до конца не понимали. Равновесие было нарушено. И это отразилось на всех. Это что, ответ? Когда мои попрошайки тебя нашли, после того случая, они решили, что ты мёртвый. Но ты был жив. Мы вылечили тебя и вывезли из города, чтобы защитить. Мы ждали. Но когда начался мрак, что-то начало будить тебя. И мы решили вернуть тебя домой. Этот город болен. Но он всё тебе расскажет, если ты будешь слушать. Берегись, говорит. В тени скрываются вещи пострашнее тебя. Можно ещё погромче говорить. Чё? Эээ... У меня одно очко есть. Интуиция подсвечивает предметы на расстоянии. Эээ... Эээ... Расход концентрации, то есть у меня первый уровень уже есть уникальная добыча и трофеи чутье давайте чуть-чуть возьмем из-за угла можно будет видеть шум или интуицию давайте интуицию кошка не надо мне включать так хочу можно тебе еще обратиться до сколько стоит кажется ты чего ты хочешь да да сколько очки стоит 150 блин нормально если тебе понадобится помощь я здесь что мне сейчас куда мне сейчас показывает на на что мне ну ладно по сюжету идти так идти ну хорошо что-то по крайней мере вырисовывается да у нас по игре мы грузим труп из самого рассвета нам бы закончить поскорее слыхали этого ленивого канав не радуйся что толкаешь телегу а не лежишь на ней на телеге я уже накатался найду другой путь глава 2 так извините-ка типа я скинул все квесты которые набрал или что на углу все на 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 блять нужен качественный ключ чуешь я его не купила шарлатаны в масках на такую работу бы не пошли и это называется работа смотри чтобы псина не брехала и разбуди меня концу смены как ты спишь в таком месте еще и генерал где-то бродит зубами скрипит и ногой своей паскудной смотри и учись смотри и учись я кажется кого-то чу понятно надо было глушить на телеге я уже накатался найду другой путь это называется работа смотри чтобы псина не брехала и разбуди меня концу смены как ты спишь в таком месте еще и генерал где-то бродит зубами скрипит и ногой своей паскудной смотри и учись смотри и учись интересно что они кладут в баланда то есть ты вот так вот меня не видишь бродяги наверно и живьем так вот что дальше есть хочется застройка что этот пёс внимательнее чем его хозяева не те показалось тебе показалось как мы читали собачки в решеточках и и и и и Я не заболел. Особняк Нордкреста с этой стороны реки он похож на надгробие может быть и заболел это маг энергия концентрация чтобы сонить констанцию дает маг это маг Ну что застрял в трубе застрял О нифигасе Я такого кстати не видел Забавно И чё Ну-ка что у него Не здесь же топоголовый Мы погрузили его как можно бережнее Вы же с ними Что мы пытаемся украсть Манекены Я пришел сюда за телом Но не за таким же Узнаете куда попадает труп Это одно только задание или тут есть доп задание какие то нет Где они будут Вы Воруем все что плохо лежит Ну свалило кошка Миштяк 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 и и я сначала делать на бой не стушили уважитель не обращается корнелиус наверное уже на конвейере поеду за корнелиусом в порядке живой очереди и и и и и и чувак а какого хрена ты не прыгнул спрыгнул проклятый город подождите а чё я забрал кошелек я забрал или как нет надеюсь кто нибудь заварушку устроить я его проучу конечно кто нибудь устроит все это своровали что записочка хватит жаловаться о том что в некоторых помещениях на полу разбитое стекло подметки стоят не дешево так что обходите стекло и подметать или подметать его не сможете смотреть под ноги ваша карьера стражи будет недолго вы отвечаете за свои униформы и за сапоги тоже не сомневайтесь на ваше место а метит дюшина человек так это хорошо на полу значит стекло можно было видимо через вентиляцию залезть до поехали сделала все чтобы это здание было по-настоящему непригодным для жизни полцарства законе куда-то едем как охотиться на оленей высаде бродяги наверное живьем так воняли я привык быть движущейся целью а вот и стекло наверху крышку это местечко есть я стреляю лучше чем старый герцог в лучшие времена а а а а а а а а а и а а а а а а Как мне тяжко Ой, блядь Это что было, блядь Я где-то банку развил, ёпте, я аж не испугался Понятно, нормально Он ничего не понял Блин, был бы гаечный ключ, было бы вообще easy, смотрю Так, надо смотреть на полу, валяется ли какая-нибудь Херня или нет Блин, я ту кнопку нажал В настоящее время реконструкция литейного завода Смотришь, материалы Саши из прошлого Ой, господи Червые записки Возвращаемся Возвращаемся хорошо в мясницком квартале и то лучше было как же тут воняет он был тут я его чуть не поймал что меня дело ну не поймал же а чуть-чуть не считается обзор мрак избавил город от большего количества генерал будет доволен как идет зачистка хорошо сказано сэр молодец я уверен те кто хорошо выполняет свою работу будут награждены по заслугам есть хочется сильно расцарапаны глаза и уши что-то мне не хорошо что-то кого арбалетными стрелами это тоже запишетесь а не умничий страж и и этот мрак ну такое себе знаете просто гулять и воровать не особо то и весело ну может быть и прикольно что-то разлили можно поджечь просто двигаемся в общем и все что на пути не прибито это ложимся в карман да ну это прикольно что рассыпали кто-то спит давайте еще рубанем свет чтобы ему было приятнее спать как залезть на крюке надо ехать дайте мне закрытую дверь и я ее открою но таких так что написано проникновение нет черти красоты шее Я его типа убил, почему здесь кровь была? Ну конечно у того чувака Который там ходит Ну или нет Это что такое? А ладно Ладно пофигу А можно кстати на крыке будет проехаться Можно было бы наверное чё такое чё капает а это с трупов копать которые едут хрэ микрофон дергать кошка просто банк сорвал поехали сейчас прыгнуть нельзя здесь да здесь понимаю карта прогружается по всей видимости для мертвеца корнелиус очень прыгкий придется побегать мне нужно его кольцо огня хватит на всех но обирает они трубку да по-любому я ей сказал плевать если у твоей матери чертов мрак с нами жить она не будет генерал генерал простите сэр в жопе в жопе ищи что было на этом трубе ничего ничего нет я как раз собирался взять следующий труп когда пришли вы я же многого не прошу уважение и 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 а блин скажу бросила печь провернеэт кожи чтобы стрела не пропадало лишаешь трупы остатков достоинства и всех ценностей ловец воров хуже чем о нем рассказывает я украду кольцо обратно правильно иди погуляй что тут пишут инструкция по обыску с ними одежду у нас обычно а Так. Сейф? Очередное нововведение барона очевидно. Вскрою, как любой другой. Ммм, хорошо. Мне нужно это кольцо. Или Баса решит, что я теряю хватку. Ух ты! Повернуть, переключить. Так, окей. Аристократы слишком любят любоваться своим гербом. Гарнелиус. у меня есть кольцо и новый приятель но мне еще надо выбраться отсюда если он орет нам лучше переждать здесь я пойду с тебя причитается почему ботинки такие тесные речную даже там еще один я не увидел тут упс валим 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 где генерала наконец-то на переключатель генерала а Понятно, меня услышали Быстро он ходит, а? Блин, бутылки нету Опа! Я хочу тебе кое-что показывать Где ты? Заходи, я убью тебя быстро Я там лучник заметил, да, вроде как? Готово! Готово! Ценных трофеев? Один из пяти? Одно убийство? Кого я убил? Ну ладно, нормально так Сейчас узнаем слетели ли у нас В этом сундуке я храню свои припасы Надо собраться перед выходом Ну ты ничего не хранишь Хочу тебе сказать Ничего-то не хранишь 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 Так он прекрасно Ладно, все Как аккуратн LOC Сейчас узнаем, просрались ли наше задание. Просто такое ощущение, что некоторые допы не выполняются до определенного момента времени. Нельзя выполнить, как вот с нашим проходом этим. Внимание, чернорукие! С этого дня любой гражданин, войны на Барсуле... В городе ничто не переходит из рук в руки без ведома Басса. Он говорит, что у него дар. С высоты своего опыта вынужден согласиться. Так, нет, смотрите. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, знаете что, я предлагаю... Ну, знаете что, я предлагаю... Может отправимся в булик? Субтитры сделал DimaTorzok Можно ничего не украсть? Я думаю, будет задание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Угу. Угу. Хорошо. Блокада у нас была уже, нет? Доклад стражи. Аммм... Хм... Окей. Ленин, ну на самом деле нет, но Порща имущества, барона, патрулирование, посвящительного следа, арестован некто Не важно Что? А откуда мы перетащились? Почему загрузка идет? А я не знаю, как Я голодная, как Так как так? Я же был вот здесь Где-то нет Ну и что делать дальше? А, можно в хату другую залезть? Ну и? Забавно То есть можно воровать, да, ее? Мрак держит город за шею Оборон душа Хм Не, не запрыгнешь, нет Я заболеваю Я это чувствую Хорошее, наверное, чувствую Как мне попасть на тот район? Ну, господи, вообще не могу понять Ой, бля Ну, понятно, как туда залезть Это я понял Это надо Веревочку Видимо, можно только вот так Вот таким способом перемещаться Из Да? Ну да, по всей видимости Надо купить лом И надо купить очков еще нам На прокачку Да, все, я понял Теперь где мы Это так я интересно переместился Вот отсюда Что вот из этого Очень интересно Легавые Так, да, наверное, можно как-то через окно пролезть Я так думаю Сейчас какое-нибудь Вон и окно Да, смотрите Вот окно стало Активное Мы тут колупались Пытались разобраться Как это сделать Трое делает зелье От любых болезней Но стоит и недорого Понятно, что он нанял охрану Я переведу Что сказал Марк Бла-бла-бла Я все знаю Лучше Как у чай Идиотов В это верить Это похоже Получается Да Субтитры Я просто вожу стиком по кругу для взлома. Так, я какое-то задание выполнил. Продолжение следует... Типа всё, отсюда нету выхода никакого, да? Продолжение следует... Но шёл я не на это задание. Продолжение следует... Там видимо где-то тоже есть проход, я так думаю... Должен где-то проход... И давайте, наверное, уже тогда... Господи, управление опять путает... С доктором мы забрались... Украдить ещё что-то, украсть ещё что-то, что-то ещё украсть... На следующем, наверное, стриме мы продолжим пытаться найти вот этот вот проход... В отелье попробуем пройтись... Да и поворуем всё остальное... Ну, знаете... В принципе, как бродилка, ничего такая игра... Звёзд с неба не хватает... Ну... Поглядим, посмотрим... Тут, видите... Очень многое зависит от того, насколько у тебя хорошо работает воображение... Я так понимаю, потому что если... В полной мере, как говорится, использовать весь наш арсенал... Я думаю, можно и прикольно проходить игру... А не так, как я тупо... Стражника... Забить... Дубинкой... Так что... Ещё посмотрим... Может быть, когда ещё проявится игра, наверное... А на этом всё... Спасибо за внимание... Увидимся... Пока...